МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Массовыми гуляниями в Самаре колумбийцы отметили победу своей сборной над Сенегалом. Напомню, накануне они выиграли со счетом 1-0 и вышли в плей-офф чемпионата. Мечты сбываются. Бывший футбольный арбитр и страстный болельщик Дмитрий Фомин в 96 лет осуществил свою мечту. Побывал на матчах чемпионата мира по футболу. Здоровье гостей и участников мундиаля под контролем. Медики сегодня отчитались о своей работе на чемпионате. Уникальная нейрохирургическая операция. Самарские врачи вживили в позвоночник искусственный диск. Рощин в стиле рэп в Самарском театре драмы премьера. Роковая ошибка по повести Михаила Рощина. Массовыми гуляниями в Самаре колумбийцы отметили победу своей сборной над Сенегалом. Напомню, накануне они выиграли со счетом 1-0 и вышли в плей-офф чемпионата. Болельщики латиноамериканской команды в Самару приехали большим составом 20 тысяч человек. Отметили это событие с размахом. Гуляние длилось всю ночь. Некоторые даже пустились в пляс. А сенегальцы после проигрыша сразу покинули Самару. Поддержка со стороны сограждан им не помогла. Хотя в столице Сенегала Дакаре был установлен большой экран для совместного просмотра матча. А некоторые болельщики следили за игрой даже с деревьев. Мечты сбываются даже в 96 лет. Бывший арбитр Дмитрий Фомин наконец-то дождался чемпионата мира по футболу в России. Несколько лет назад, когда объявили, что наша страна выиграла право проведения Кубка мира, пенсионер поставил перед собой цель – побывать на всех матчах, которые будут проходить в Самаре. И достиг ее. На очередную игру вместе с ветераном поехал и наш корреспондент Сергей Кизоркин. Любимый трамвай Дмитрия Яковлевича Фомина в июне 2018 года ходит по маршруту С-5. Железнодорожный вокзал, стадион Самара-Арена. 96-летний долгожитель – единственный ветеран среди всех болельщиков чемпионата мира по футболу в России, которые посещают матчи национальных сборных. Дмитрий Яковлевич не пропустил еще ни одной самарской игры. На этот раз отправился смотреть противостояние Колумбии и Сенегала. Бывший футбольный арбитр чемпионата мира доволен. Говорит, все игры непредсказуемы и держит любителей футбола в напряжении до финального свистка. Футбол – это такая круглая штука, что, знаете, не угадаешь. Одна ошибка – и все судьбу решает всего соревнования. Ошибка раутаря, защитника, да даже нападающего. Подошел к воротам противника, а ударил мимо ворот или выше ворот. Это тоже смешно. А они переживают, конечно. Дмитрий Яковлевич ждал чемпионат мира по футболу в России всю свою жизнь, рассказал его внук Дмитрий Карпов. Поехать посмотреть турнир за рубеж ветеран футбола не мог, был невыездным. В свое время работал на оборонном предприятии. В свободное время судил любительские футбольные матчи. Ярый фанат крыльев советов, уйдя на пенсию, продолжает заниматься физкультурой и до сих пор придерживается спортивного меню и не имеет вредных привычек. Поэтому последнюю милю перед Самарой ареной прошел вместе с семьей наравне с фанатами Колумбии и Сенегала. Меня заразила эта идея. И вот с ним уже посещаем третий матч. Для самарского долгожителя чемпионат мира по футболу в России это не просто международный турнир. Это праздник для спортивной души. День, когда проходит матч в Самаре, у него начинается с утренней зарядки и завтрака. Потом дорога на стадион на скоростном трамвае. Перед матчем любимые пирожки. А во время каскад незабываемых эмоций. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Ложная тревога. В день матча Колумбии и Сенегала в полицию поступило сразу несколько звонков о заминировании магазинов. Были эвакуированы ТРК «Аврора», Космопорт, Леруа-Мерлен, Гудок, Апельсин-Мега, а также станция метро «Алабинская» и больница Ярошевского. Первым поступил звонок о минировании «Авроры». После этого неизвестные звонили каждые 10 минут. Ко всем зданиям торговых центров подъезжали машины МЧС и МВД. Сотрудники полиции проверили здание и не нашли опасных предметов. Сейчас правоохранители выясняют имена звонивших. Им грозит уголовная ответственность. Полторы тысячи человек обратились за помощью к медикам с начала Чемпионата мира по футболу. Сто из них – иностранцы. Среди самых частых жалоб – мелкие травмы, перегрев и обострение хронических заболеваний. Также регистрировались случаи отравления. По информации регионального Минздрава, тяжелых травм среди болельщиков и персонала спортивных объектов не зафиксировано. На Самарском стадионе постоянно дежурит команда медиков. В фан-зоне также постоянно находятся врачи, готовые помочь. В случае необходимости человека могут оперативно доставить в больницу Пирогова. Всего на обеспечении стадиона и фан-зоны находятся почти три десятка бригад. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, проведение Чемпионата мира никак не сказалось на работе службы скорой помощи. В городе ежедневно работает достаточное количество бригад. Совершенно не сократилось количество бригад в городе Самар, потому что у нас 26 бригад скорой помощи, которые работают на объект Чемпионата мира. Это отдельно созданные бригады, которые никоим образом не влияют на обслуживание жителей города Самара. У нас сейчас средний выход бригад – это 60-64 бригады по городу, как и было. Самарские хирурги провели уникальную операцию по вживлению искусственного межпозвоночного диска. Больница Пирогова – одна из немногих в России, где делают такую сложную процедуру. Это требует не только высоких технологий, но и мастерской работы врачей. С хирургами и пациентами больницы пообщалась наша съемочная группа. У Анны Курилевой тяжелая мужская профессия. Она строитель, укладывает тротуарную плитку. Год назад Анна пережила сложную операцию. Ей удалили грыжу межпозвоночного диска и вставили имплант. Процедуру провели врачи больницы имени Пирогова. У меня очень болела спина. Я отнималась нога. Мне уже грозило, что я буду инвалидом. Сергей Михайлович мне предложил вот эту уникальную операцию. Провел ее замечательно. И я сейчас вообще не чувствую никаких проблем вообще. И боли даже в спине. Возможность двигаться Анне вернул Сергей Сергеев. Мейрохирург с 30-летним стажем. За эти годы он провел множество уникальных операций. В том числе и поясничную артропластику при рецидивной грыжи диска. Доктор Сергеев считает, что такая операция – прорыв в медицине. А главное, что пациенту после нее не нужно долго восстанавливаться. Реабилитация пациентки, пациентов ранее. Пациент на следующий день встает, ходит. Уже живет без боли в спине, боли в ноге. С хорошей перспективой на будущее. Рецидивные грыжи – серьезная проблема в хирургии позвоночника. По статистике, в первые 5 лет на повторную операцию идут 15% пациентов. У Стеллы Фатиной как раз рецидив. Болит нога, стоять и сидеть невозможно. Такое уже было много лет назад. Тогда Стелла впервые обратилась к врачу. Первую операцию мне тоже здесь сделали. Тот же доктор. Все было хорошо. Вот 9 лет я вела активный образ жизни. Все нормально, все везде, все хорошо. И вот год назад начались боли сильные. Ранее считалось, что такую операцию нельзя делать в случае рецидива. Однако самарские хирурги доказали – это возможно. Процедура состоит из двух частей. Пораженной грыжи диск удаляют, а вместо него выживляют титановый имплант. При этом пациент лежит на спине. Только в таком положении можно полностью ликвидировать грыжу. В России эту уникальную операцию проводят только в пяти клиниках, в том числе в Самарской больнице имени Пирогова. Доктора учились за границей, а вернувшись, начали внедрять в медицину европейские технологии. Артем Усинов, мэр Елчан, Максим Гусев. События. Заплати за воду и отдыхай с удовольствием. Акцию под таким названием предприятие «Самарские коммунальные системы» проводит традиционно в начале лета. Самые ответственные абоненты, те, кто исправно платил за коммунальную услугу, получили возможность поучаствовать в лотерее и выиграть ценные призы. Кто стал победителем акции, расскажет Лариса Шалафаст. За коммунальные услуги Майя Ильина всегда платит исправно. Больших долгов никогда не накапливала. Об акции, которые проводит предприятие «Самарские коммунальные системы», узнала весной. Решила принять участие и не пожалела. Теперь отправится в бесплатный круиз по Волге. Интересно просто, конечно, пенсионеру съездить в Казань. Тем более я в Казань была очень давно. Сейчас она красивая. К розыгрышу суперприза допускались потребители, которые не имели задолженности или оплатили все долги за воду. А также внесли аванс в размере, равном шестикратному начислению за услуги водоснабжения. В финале призы получили два десятка человек. Часть из них отправится на экскурсию, кто-то с подарочным сертификатом в магазин за полезными покупками. Организаторы говорят, такие акции помогают привлечь внимание горожан и сократить задолженность населения, которая уже составляет почти полтора миллиарда рублей. Платильщики, которые нам приносят денежные средства, очень внимательно и добросовестно относятся к платежам за услуги воды и канализации. Мы позволяем себе найти деньги, проводить реконструкцию, перекладку сетей. Денежные средства населения нам позволяют своевременно и правильно содержать наше оборудование, трубопроводы, давая чистую воду жителям нашего города. Следующая акция с призами «В Новый год без старых долгов» ждет самарцев в декабре. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. Не боятся мечтать. Жители Октябрьского района активно участвуют в федеральных и областных программах по благоустройству двора. Весной добились новой спортплощадки, а сейчас – новой дороги и парковки. Чтобы все пожелания точно были учтены, сами собрали части денег. С инициативной группой встретился Данил Лучко. Двор на улице Осипенко. Еще весной здесь была разбитая дорога. В ямах скапливались лужи, а машины парковались прямо на газоне. Жители приняли участие в программе «Комфортная городская среда». Чтобы воплотить все свои идеи, дополнительно собрали деньги на ремонт дороги. Жители хотели, в первую очередь, комплексное благоустройство двора. Все мы понимаем, что бюджетные средства ограничены, но такая наиболее явная проблема, как дорога, которая, конечно, была разбита. Наконец-то мы дождались, что действительно у нас хорошая дорога. Работы выполнены на 98%, то есть укладка асфальт-бетонного покрытия завершена, бортовые камни установлены. Из остатков только буквально обратная засыпка бортового камня, ну и очистка территории от мусора. Представители ОНФ, общественники, подрядчик и глава администрации района обходят дворы, в которых ведутся работы. В 18-м доме на улице Осипенко проживает свыше 500 человек. Жители попали в проект «Комфортная городская среда». Их ждут 30 парковочных мест и новая дорога. В следующем году самарцы собираются участвовать в областной программе «Содействие». Если есть инициатива жителей, если есть их активная позиция, вот я думаю, мы только на их стороне. Потому что лично я, как глава района, заинтересована, чтобы наш район был самый красивый, самый благоустроенный, и чтобы наши люди говорили «Гордимся и любим Октябрьский район». Отремонтировать все должны до конца недели. В этом году в Октябрьском районе Самары всего преобразится 13 дворов. Работы ведутся в ежедневном режиме и находятся под контролем районных властей. Данил Лучко, Дмитрий Мешканцов. События. Благоустройство дворовых территорий продолжается по всей Самаре. В железнодорожном районе города во дворе на улице Урицкого работы проводятся уже не в первый раз. Все благодаря активности жителей. Олег Зверев пообщался с народным контролем. Теперь здесь комфортно всем. Двор по адресу улица Урицкого, 29, стал участником двух программ благоустройства. В 2012 году здесь установили детскую площадку, турники, качели и карусели по программе «Двор, в котором мы живем». Теперь они стали участником проекта формирования комфортной городской среды. Все благодаря активности жителей, которые сами участвовали в постановке задачи. Жители у нас очень добрые во дворе. Они, конечно, за все очень переживают. Все они ходят, смотрят. Вообще они все радуются. Прям пожилые люди сидят на лавочках и говорят, ой, нам жить хочется еще долго и долго, потому что так стало красиво. При разработке проекта учитывалось каждое мнение. Большинство жителей сочли, что здесь необходимо уложить антитравматическую плитку. А для того, чтобы детям было интересно в своем дворе, для них решили сделать новые объекты для игр и спортивных занятий. Все работы проводятся под народным контролем. Эти жители сами проявили участие, активность для того, чтобы добавить к своему двору новые малооркеструемые формы. Ну, как тренажер для более подрастающего поколения, качели для маленьких детей и песочницы. Раньше был песок, это было неудобно. Детишки бегали, значит, зачерпывали свои сандалики и дальше бежали. Сейчас они бегают с мечом, даже малыши. Все мамочки во дворе, все спокойно сидят, наблюдают. Что-то даже с ними играют, и папы выходят вечером. Жители этого дома уже поняли, что все зависит от их инициативы. Насколько они проявят участие, то и получится в итоге. В подтверждении этому ухоженные газоны. Все лето о них заботятся. Так что этот двор не только благоустроенный, но и цветущий. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События. Дмитрий Баранов назначен новым генеральным директором ракетно-космического центра «Прогресс». Равиль Ахметов, который ранее исполнял обязанности гендиректора предприятия, назначен генеральным конструктором РКЦ. Написал в своем твиттер глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ахметов был назначен в Рио главой РКЦ «Прогресс» в феврале вместо Александра Кириллина, которого суд временно отстранил от должности. Кириллин подозревается в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, подозреваемый, вопреки интересам РКЦ, в целях получения выгод и преимуществ для компании «Союз Общий Маш Импорт» заключил с этой компанией договор на поставку оборудования по завышенной стоимости. А теперь коротко о других темах дня. Первая очередь агропарка, расположенного на территории радиоцентра около стадиона «Самар-Арена», будет запущена в эксплуатацию в сентябре. Она будет коммерческой, и заключением договоров с поставщиками занимается собственник агропарка. В то же время региональные власти будут способствовать доступу в агропарк не только крупных, но и мелких производителей, что поможет их продукции попасть на прилавки торговых сетей. Сейчас магазины испытывают потребность в местных овощах и фруктах, и агропарк поможет удовлетворить этот спрос. Там будет организована мойка, фасовка, хранение и транспортировка сельскохозяйственной продукции. В агропарке будут трудиться 70 рабочих. В Красноярском районе губерния суд вынес приговор местному жителю за незаконную вырубку деревьев. Его признали виновным в уничтожении лесных насаждений в особо крупном размере. Следствие установило, что в начале октября 2017 года мужчина спилил пять сосен, расположенных на территории Красноярского лесничества. При этом разрешительных документов у него не было. Эти сосны относились к категории защитных лесов. Мужчина их вырубил незаконно. Ущерб составил более миллиона рублей. Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно и штрафа в размере 300 тысяч рублей. Мужчина спрятался от судебных приставов в шкафу. Житель Хворостянского района задолжал дочери алименты более 370 тысяч рублей. На него составили протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей». Алиментчику пришлось провести 10 суток под административным арестом. Однако, отбыв наказание, он так и не заплатил деньги. Когда судебные приставы пришли к нему в дом, его супруга сказала, мужчину дома нет. Но во время обыска он был найден в шкафу. Мужчину доставили в отдел к судебному приставу-исполнителю. Он тут же выплатил 2000 рублей и пообещал в дальнейшем перечислять деньги дочери. Спасатели предупреждают жителей и гостей региона о сохраняющейся низкой температуре воды в реках и озерах губернии. Преохлаждение во время купания может стать причиной трагедии. Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения. Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоемах. Часто причиной гибели в воде также является переутомление, перегревание, алкогольное опьянение. Сегодня фестиваль болельщиков на площади Куйбышева работать не будет. Об этом сообщают организаторы чемпионата мира по футболу. А уже завтра в субботу гостей снова ждут на площади Куйбышева. Рощин в стиле рэп. В Самарском театре драмы премьера. Роковая ошибка по повести Михаила Рощина. Автора широко известного по пьесе «Валентина и Валентина». Однако самарским зрителям не стоит ожидать романтической истории. Повесть, написанная в 80-е, стала спектаклем про наше время. Зачем актерам понадобились уроки паркура и уличных танцев, узнал Артем Устинов. В банде только девушки. Клянчат деньги у прохожих, воруют колу из автоматов, пьют и веселятся. И не замечают, где развлечение становится опасной игрой на грани дозволенного. Актриса Екатерина Соловьева говорит, она полная противоположность своей героине. Я тоже скажу, что я не одуванчик была в юношестве, тоже какие-то глупости творили. Но по сравнению с моей героиней, она у меня такая безбашенная, так сказать. Она сначала делает, потом думает. Надя со всем миром на ножах. Ее бросила родная мать, сочтя нежеланного ребенка роковой ошибкой. Надю удочерили, но отношения и с приемной матерью предельно жесткие. Трудно понять проблему другого, когда твоя собственная боль невыносима. Актриса Елена Ивашечкина считает, что выход один. Поколения должны пойти навстречу друг другу. Хотя молодежи и кажется подчас, что это невозможно. Они максималисты, они думают, что они-то правы, а вот мы-то старье, старичье. Мы-то уже не понимаем, все по-другому. Но, к счастью, финал нашего спектакля говорит об обратном. У спектакля большая постановочная группа. Хореограф Павел Самохвалов придумал пластический рисунок на основе современных уличных танцев. Многое пришло из кино. Персонажи то и дело начинают двигаться, будто в замедленной съемке. Специально для спектакля актрисы учились читать рэп, занимались паркуром и даже нашли тренера по катанию на самокате, чтобы избавиться от страха. Ездить приходится по крутому наклону. Режиссер Миша Лебедев сочинял спектакль вместе с артистами. Этюдным методом. Каждый актер мог принести свою идею. Молодая часть, которые еще горят, которым еще интересно, и они очень активно, прямо мы там по несколько часов сидели, какие-то этюды даже вошли в спектакль. Зрителям следует помнить, эта история не о прошлом, это про сейчас. В театре надеются, что спектакль привлечет подростков и молодежь. Им важно увидеть историю о том, что прийти к примирению трудно, но необходимо. И о том, что любую ошибку можно исправить, какой бы роковой она ни была. Артем Устинов, Дмитрий Мешканцов. События. Футбол глазами юных художников в детской картинной галерее открылась выставка рисунков на тему самой популярной в мире игры. Авторы – призеры областного конкурса, который был организован к чемпионату мира. Неудивительно, что многие работы отразили тему мундиаля. Олег Зверев одним из первых ознакомился с экспозицией. Они далеко не все футболисты, но каждый по-своему захотел внести вклад в торжество чемпионата мира в виде рисунков на тему футбола. Яркие и самобытные работы юных самарских художников выставлены в детской картинной галереи. Екатерина Долгополова раньше футболом не интересовалась, но тоже решила принять участие. Один раз можно только за чемпионатом быть и расти. Я нарисовала дворовую, потому что когда я ухожу во двор, всегда играют мальчики во дворе. Областной конкурс проходил с 22 января. Всего поступило 700 детских работ. Причем возраст участников от 5 до 17 лет. Треть всех рисунков прошла на основной этап, а призерами стали 60 юных художников. Это самые яркие работы, в которых есть изюминка. Самобытность, эмоциональность, свой взгляд ни на что не похожий, свой взгляд на футбол, на игру, непосредственность. Сегодня призерам вручили дипломы и футбольные мячи. Но важно и то, что футболом начинают интересоваться все больше детей. И каждый старается поддержать то, что в эти дни в Самаре проходит чемпионат мира. Для них это спортивная сказка, которая стала реальностью. На самом деле это здорово, что есть такая выставка. И она проходит в Самаре. Благодаря таким выставкам дети больше познают футбол. Я надеюсь, что еще больше мальчишек и девчонок пойдут записываться в секции футбола. Но это здорово. Это оздоровление нации. А насколько эмоционально и красочно талантливые ребята из Бразилии футбол, может увидеть каждый. Да и выставка будет работать в детской картиной галерее до 20 августа. Олег Зверев, Григорий Пляшаков. События. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 18 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»